здравствуйте находимся мы на стояночке чё делать будем все очень просто буду заводить как заводится он в тепло вот еще не заводил эти воздуха нет масла давление показывает наверное где подчетом пошевелил на вчера нам к дикой пробку видали о лампочка загорелся этого она перегорела вынесло друзья смотрите снял трубку помню хочу в оригинал и сюда сделать крепеж и там у меня эти соединителя нет я поедем так вот она изгиб примерно я запомнил но есть еще под огнем вот соединитель только нам нужен 15 поедем магаз съездим посмотрим 15 соединитель трубку у нас 15 в оригинале идет 15 трубка диаметр свой толщина стенки полтора миллиметра был он шлангом внизу соединен сейчас трубку эту соединим прикрутим и надо нам я сейчас вам все покажу еду по я и уже нет мы хрен не чё осушительно надо у нас чё-то с ним надо или помыть это четырехконтурный защитный клапан позже расскажу что он делает это у нас осушитель он с функцией короче он видим отдельно у него стоит регулятор то есть есть осушители с регулятором в сборе а у меня регулятор стоит отдельно не знаю лучше или хуже не важно который добавляет пускает воздух то есть именно по системе он распределяет сколько будет давление в системе этот просто как осушитель действует но у него еще какая-то есть дополнительная функция короче по моему в нем клапан стоит сейчас я точно еще раз прочитаю на спуск то есть он качает и спускается этого но клапан должен закрываться чтобы он просто так не спускала у меня нет походу не закрывается постоянно воздух качает так что сейчас вот воздухом позанимаемся в этом ломаться особо нечему там получается четыре клапана вот они стоят раз-два чай лягу поподробнее вам порассказываю по воздух я же говорю начал тут лекции смотрите лекции тоже надо с воздухом разбираться все поехали в этот хочу еще наконечники на идет и болтается до холостой пропадет да еще какой-нибудь пропадет короче есть мы скорости не до включается заказывать поехали русский магаз камазовский так не получилось ничего трубка оказалась латунная а не медная нужен горит аргон аргона нет аргонщик будет через часа три в апрелке едем сейчас пока не за сделаем в общем господа в чем сок трубка медная он хотел ее развальцевать чуть-чуть но чуть-чуть развальцевал и она треснула ой медная латунная ну как он сказал что это латой хотя по каталогу в мерседеса бьется что это медь в принципе в проблемы бы не было если у меня были вот такие вот соединители болеют ветер соединитель вот такой нужен у меня есть вот 15 все но у меня вот эта часть муфта как оригинальная она 16 под 16 кольцо то бишь вот например 16 зажимается хорошо но видите вот все не проваливается и зажим пошел бы а вот 15 она чик и провалилась сильно не дали от гидравлики от гидравлики изгиб другой короче просто из-за того что нет запчастей таких я не могу все это сделать ехать в москву это опять весь день потратить поэтому сейчас я буду что-то мыслить сейчас подумаю как правильно сделать я все-таки ну может и не буду даже варить может такой же это поставлю но просто сварщик по лату латунчик будет здесь только через часа три часа три мы шашлыки цифра и жарить вот эту часть нам надо спаять а здесь надо соединить нижнюю часть так что тебя попробуем соединить чуть-чуть час от нагрею чуть-чуть час что я сделал развальцую попробую зажать ну чё вроде соединитель прокатил соединитель получается вот эта часть от 16 диаметра вот эта часть то есть отверстие 15 наша родная ну и понятно что кольцо 15 тоже когда затянулся вроде не с этим вопрос закрыли теперь вопрос со сварщиком я все авито уже облазил никто не хочет браться за эту трубку мы пробовали все это фигня у меня надо и красивенько сварить может какую-то втулку сделать и потом ее обварить и все сейчас пойду снимать пока компрессор машину нас забрали пока на пару часов пойду компрессор хочу головка взять посмотреть протереть на все клапана добрался до компрессора это даже не стал снять повернем 4 болта сверху откручиваем там у нас набор прокладок надобно состояние почистить что он начал плохо качать мне кажется он перепускает куда-то все масло я ем когда прокладку брони до удел она у нас тогда панелька снимается там прокладка она разделяет ее торчит вы проверять она разделяет у нас ну 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 все надо помыть помыть почистить должен быть идеалити чистота давайте закрывать клапана местами вытирать теперь снимаем вот эту часть короче снимаем ее проверяем прокладку чтобы она прокладка тогда пара не твоя прокладочка вот этот вот именно вот в этом месте она прогорает вот где вы видите полоску вот тут компрессор начинает качать и сбрасывать качать и сбрасывать но у нас она в порядке поэтому мы ничего не будем ее пока трогать единственное мы открутим вот эту пластину и помоем потому что там грубо говоря такая типа такой же материала только пластина ее надо тоже почистить помыть принципе не сильно угонит масло чистый протру сейчас все поршень вроде не болтается все чистим он собираем давайте вам чуть-чуть расскажу теории если у вас плохо начал так как встать качать компрессор не спешите что-то менять поршня не поршня смотрите это пластинка идут так переворачиваем с этой стороны стоит вот такая пластинка держится на таким но палочки то есть палочка неровная пластинка отходит середина поднимается вверх отсюда приток воздуха идет в компресс ну в компрессор поршень когда идет вниз отсюда вот эта пластина она поднимает вот так чик и в камеру в камеру поршня попал воздух поршень начинает идти вверх пластинок чик прижала и уже работает вот эта пластина она прижата под сильно за счет вот этой штуки когда поршень идет вверх середина пластины поднимается вот так изгибается отсюда идет уже накачка смотрите в чем у них заплет эти части и вся плоскость прилегание этой пластины должны быть идеально чистые также как и вот эти части прилегания этой пластины если эта пластина прилегает неровно это часто кстати проблема песок пылинка что-то попало туда она не закрылась поршень когда пойдет вверх он этот воздух вытолкает обратно во впуск во впускной коллектор не коллектор в подачу ну вы поняли воздушный фильтр так чтобы понять не было все а другая проблема если даже это все хорошо работает не закроется вот эта пластина плотно не встанет к этому колечку вот так плотно не встанет попадет сюда грязь или кусок паранита поршень когда вверх пойдет толкнет сюда воздух в осушитель когда пойдет поршень вниз эта штука не закроется и он сашу все что у вас осталось в трубке в осушителе стоит обратный клапан он не даст дальше системы вытащить но все что осталось в трубке весь объем воздуха трубка у нас очень длинная он обратно себе в камеру загонит то есть у вас будет компрессор очень медленно качать очень прям блин вот как у меня начал он медленно я чувствую медленно качать эти пластины продаются новые почему новые видите вот эти кругляшки здесь еще не чувствуется но они видны вот я сейчас переверну пластину вот на эту часть я уже по ходу переворачивал тут это нету износа а вещи должны даже не поцарапаны вот должно все короче плотниковать тогда все чисто было чистенькая ну за год чего хотите 170 тысяч километров вот он чуть-чуть все отверстия должны быть чистить это одна из проблем если медленно качает компрессор чистите раз в год все будет четко вот я эту пластину я перевернул то что видите тут уже износ пальцем чувствуется вот эти все чувствую я ее переверну и она будет работать четко это тоже дальше после компрессора дальше после компрессора пойдемте надо смотреть воздух приходит вот она наша медная трубка или не медная не знаю вода она приходит в а здесь она приходит в регулятор в регулятор опана вот он да и заплет то есть вообще эта трубка должна приходить в осушитель дабы регулятор не накрылся медным тазом после осушителя скорее всего это вот они трубки чисто на осушитель после осушителя она должна приходить на регулятор уже чистый подготовленный воздух а у нас приходит на регулятор но в теории может быть что-то здесь и поменено не знаю но должно быть так как я вам сказал то что вы считаете весь грязный воздух с водой с маслом приходит регулятор регуляторе тоже есть клапана тоже клапан сброса вот здесь ну это в моем исполнении клапан сброса в регуляторе стоит у многих клапан сброса стоит вот внизу грибок на осушителе но я так понимаю что на сушителе здесь типа когда реально давление большое регулятор сломался вас и не сбросил дабы патрубки не порвало трубки сбрасывает он типа как контрольный экстренный вот как-то так все довольно просто бог помню но это мы завтра походу все делать будем по осушительным сегодня блин надо компрессор весь компрессор бываем компрессор и прокладку номер прокладки у меня стоит ое германе компрессорах он походу помененный то что типа у меня вроде как бабка должен был стоять или к норы чуть не помню что такое норме мс по моему вот надо все помыть вот это надо в магазин ехать прокладку сюда мне надо между этой эта прокладка идеально то есть это же надо проверить всю протереть то есть она оригинал вот тут вот чтобы смотрите по краям вода он должен быть чистым не была грязь то есть он может не закрываться один на компрессор поршень 12 2019 года а компрессор сам я не знаю по номеру можно посмотреть тут где-то сгнил в общем как то так принципе задиров я не вижу компрессор поршень не болтается на фотоне меня поршень даже так болтался и все равно качал четко так что у меня что-то склад с воздушными клапанами вот это все будем сейчас чистить я сниму всю помою так вот вот вам воздушная система а теперь посмотрите в чем же причина крышка да вы видите вот так это не только ну короче вот так вы видите вход выход на компрессор две камеры вот эта камера всегда должна быть сухой и чистой первый раз я снимал она была сухая чистая кстати сейчас она вся в нагаре тут нагару некуда взяться нагар весь должен быть здесь это уже пошло в осушитель то есть поршень воздух набрал и с маслом кинул его сюда здесь вообще ниоткуда не должно быть нагара такого то бишь у меня вот этот клапан как я понимаю который вот эта вот штука была вся грязная и она брала отсюда через и это видать грязные было отсюда с осушителя она бралась воздух вот это плотно не закрывалась ну вы поняли да и выпускала через эти отверстия обратно вот сюда эти в массы но нагар есть он должен быть идеально чистый а я еще заметил думаю странного трубка чуть-чуть вот тут в масле внутри ну и плюс конечно же все вот эти соты должны быть почищены видите тут чисто а внутренняя грязная это очень плохое будет охлаждение будет перегреваться быстро выйдет из строя так что давайте разбирайте головки снимать компрессора это вот тоже надо чистить внутреннюю часть потому что она может не открывать подачу в осушитель дальше в систему почему говорю осушитель потому что вот на нем может номер написан p3 12 почему говорю осушитель ну да вот смотрите нагар вот она какой она кокс кокс не нагар а просто не давала полностью закрыты вот этой пластине гнал сюда вот он медленно начал качать сейчас мы это все сделаем у нас компрессор будет накачивать как раньше прочее когда мы взяли к он качал как бешеный две секунды так что делаем сейчас надо ехать и покупать растворитель очиститель карбюратора чтобы помыть нормально щёточкой все пройду а потом просто запшикать все будет чисто и параллельно буду искать прокладку самому с пара не то блин час не вырезать вот у меня пара не давая хорошо кстати работал господа второй день собираем компрессор охладитель потом идет пластина между этим охладителем и пластины стоит прокладка я ее делаю 5 из пара не то она хорошо ходит единственно пара нету взял тонковатый ну тут посмотрим короче вырезал вот она готова одеваю потом плиту так и к ним есть у меня компрессор стоит ое germany фирмы им есть ремкомплекты стоит у нас две пятьсот пятьдесят время комплект входит вот эта плита прокладка между плитой и блоком компрессора туда панель с пластиной и вот та пластина и прокладка вот такая родная так как мне у меня износа еще нет пластин пластин которые вот эти деньги тут болтики мне нет в тех пластинах износа мне плита это тоже не нужно то есть она еще походит спокойно без проблем мне покупать за 2 500 из-за прокладки только но она нафиг не нужно поэтому я вырезаю опять из пара не там все будет нам счастье клапана будет работать пропрессор будет качать трубка наша готова сейчас поедем 4 сервиса и отдал вот вроде запаяли горит я поедем с вами посмотрим съездим за ней потом соберем вот наша трубка запаянная вместе где протерлась сделали вставочь соединили трубку сначала потом поддели еще вставочной всякий случай в это место заполучено это родной конактивный компрессор это вот который соединяется на двигателе готова а чё она мне не нужна в принципе да сейчас компрессор соберу сначала потом ищу ее так сейчас перенести на 2 очистка чистенько я уже переворачивал пластину год назад тут он что выработка а тут ее нет особо это нормально короче все почищено финиш на это чик-чик ставим панель плиту панель но она сейчас выровняется болтиками крышечку палочку не знаю болтики так болтики еще не домылся вот тут потому что торцы были чистые с они идут с такими вот проставочками потом будем ставить а это в конце ставится уже на этот прокладку крышку и в путь вырезал приходит так все собрано уже трубку ставил все переходник точил тут у нас в раме и кронштейн так и не должно хватить сначала ту трубку сюда закрутим почему что он толстый был а так он теперь тоньше можно спокойно гайку больше нагрузить и он встает но вот так вот установлена не знаю будет пропускать нет с вами все узнаем пробный пуск уже слышу шипит где-то но ремень подсвистывает да походу не качаем пойдемте смотрите шипит я прогреть хочу прогрею буду дальше но и полезу что еще нашел что компресс компрессор откручен вообще в общем шипит вот с этого соединителя не зажимая этого нифига трубку не зажимает так как вот этот зажим у нас 15 вот этот от 16 набора все будут думать мудрить в общем какая-то мистик уже нормально взял этот пропускает она вот это все соединение не могу понять тут то ли хотя посмотрел на компрессор и такое же соединение там ничего не пропускать никаких резинок нет ничего елки-палки может это то что пум 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 мне говорили что это типа для пластика хотя они идут как вот дел 3 магазина ездил типа для меди ну для короче железа не знаю ладно будут пробовать может еще затянуть ну все господа блин намучился собрал все в оригинал баб шикал уже два раза качнул все хорошо надо сюда крепеж примудрить сейчас может резину пока ну сейчас короче это уже не это качает главное быстро ниоткуда не спускает восьмерку держит все хорошо есть одно но это сейчас все затянул есть одно но смотрите что я нашел какой стук очень стук похоже прям в раму то ли подушка но ее мы сейчас проверим под домкратим двигатель и подложим резину то ли она раскрутила все посмотрю а я смотрю компрессор затягиваю еще плюс мы показал что это компрессор болтается но сейчас я его тоже сниму ремни вот эти залезу посмотрю я уже забыл как он там крепится так что продолжаем бороться с воздухом весь день блин убил пока подгонишь каждый болтик так тут нечему нечему биться а вот смотрите блин какой компрессор болтается двигатель стоит компрессор болтается что именно болтается а он весь болтается разбираем так был откручен компрессор сзади получится вот вон они болты такой геморрой с ними и вон вот сейчас вот с этим самый геморрой все капрессор затянул собираем и хорош так ну вот обороты были на тяну вроде ли все равно подсвистывает как компрессор начинает качать да может стрелку на смазать в принципе он набирает но вообще вообще по моему он быстрее набирал изначально может за то что он проскальзывает надо натянуть на рану все равно принципе быстро для таких оборотов плюс у меня пневма до больше ресиверов ладно сейчас накачиваем завтра посмотрим завтра надо делать топливные шланги поменять ремень вот этот натянуть еще раз может сильнее может генератора надо подтянуть чтобы он тянул вот что еще у нас останется да и все главное компрессор прикрутили потом стучал так ну давай 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 пойдет короче я просто устал блин вроде датчик подцеплял он кстати заработал как-то час опять полазил опять что зашкалил надо подергать завтра будет с утрица до обеда повозимся ну что надо хомутик прикрутить вечером уже что-то будем мыслить